Меня зовут Никита Севелинов, это курс HTML5 Game Development версии 2.0, создание арканоида. В этой лекции мы рассмотрим создание разноцветных блоков и вообще создание цвета, отвечающего за блоки. Давайте приступим. Создадим переменную colors. Отвечать она будет за цвет. Вид она будет иметь двумерного массива, поэтому инициализируем в нашей функции init нашу переменную colors. Прописываем colors равняется массив, и каждый элемент colors будет равняться массиву. В итоге мы имеем двумерную матрицу. Colors от E и от G равняется некоторому цвету. Для того, чтобы задать этот неопознанный нами цвет, давайте пропишем три канала RGB. Мы хотим ведь сделать разноцветные блоки, поэтому делаем следующее. Var R равняется parseInt mat random Немножить на 255 Копируем Это у нас R, G и B канал Красный, зеленый, синий И прописываем его в нашем цвете В панели RGB Так, плюс R Плюс G и плюс B Вот так Цвет мы проинициализировали Теперь нам нужно его задействовать Для этого Для этого Идем в функцию BeginGame Где происходит у нас отрисовка наших блоков Вот здесь Комментируем нашу контекст FillStyle Наш контекст FillStyle отвечает за оранжевый цвет И переносим И переносим его Внутрь CtX FillStyle Равен Colors От E И от G Смотрим Звук я отключил Так как у меня звуки есть в игрушке В нашей Причем Вот наши Разноцветные блоки Забавно Как же сделать так Спросите вы меня Чтобы у меня блоки Были одного цвета По уровню Допустим здесь Один цвет Здесь другой цвет Здесь третий Для этого Наш FillStyle Переносим На цикл выше Вот сюда А здесь Поставим Допустим Тоже И Главное Чтобы у нас Не было Переполнения Нашего Массива Так И плюс один Поставим Здесь допустим И плюс И Да И плюс два Вот так Примерно Примерно Что-то в этом духе Получается С этим можно Долго раз Долго вообще Экспериментировать И мы всегда будем Получать Рандомный цвет Теперь Как же задать так Чтобы У меня была Четкая последовательность Цветов Они Они рандомно Указывались Допустим Я хочу сделать так Чтобы у меня серый цвет Был Специфичный В том плане Что Если человек по нему попадет Его нужно будет Ударить дважды Чтобы он исчез Что-то в этом роде Для этого мы должны Прописать конечно же Статичный цвет А не Рандомный Случайный Для этого давайте Создадим Объект Или Даже Массивчик Цветов Для этого мы Удаляем наш Филстайл Спокойным образом Раскомментируем наш Филстайл Оригинальный Так И идем В нашу функцию Begin Здесь мы Оставим Потому что она Нигде сейчас не задействуется Смотрим Обновляем Вот И Давайте Проинициализируем Еще одну Переменную Это Наш Массив А Это Так Массив Of Random Values Вот так вот А эта переменная Она будет Статично задавать Цвет Для этого пишем Следующее Нигравление цветов Так Начнем С Верхнего Уровня Допустим На верхнем уровне У нас Так Light Какие там цвета то есть у меня У меня Здесь есть Просто список цветов А то я всех Не запоминаю обычно Так Пусть будет Orange Здесь Допустим Тоже Orange Всего у нас 6 строчек Запомним Это А Вот Так Здесь Допустим У нас Будет Light Blue Цвет Голубой Цвет Раз Два Три Четыре Wild И Допустим Silver Вот Так Мы Сейчас пишем Статичный цвет Теперь Мы идем в нашу функцию Которая отвечает за отрисовку И Вот здесь пишем Context Fill Style Равен Color От И Тем самым Нам даже цикл Менять не надо Здесь мы Закомментируем Хотя наш Fill Style Здесь не будет ни на что влиять Фактически Но лишний раз Мы не будем систему Перегружать ненужными Действиями Мы Закомментируем его Смотрим Как мы прописали Так здесь и есть Итак На этом лекция Подошла к концу Увидимся в следующей лекции Мы будем создавать бонусы С вами был Никита Северинов Подписывайтесь Ставьте лайки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok